Друзья, всем привет! Я сегодня хочу рассказать вам кое-что интересное. Это 13 полезных секретов, о которых мы не догадывались. Например, почему на игрушках лего находятся дырочки? Или почему на кружке для кофе, например, есть выемка? И много чего интересного. Если вам интересна эта тема, давайте приступим. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик, уведомлять о выходе новых видео. Давайте, наверное, начнем с отверстия на кружке. Для чего она нужна? Вы никогда не обращали, почему здесь вот в кружке находится такая выемка? А сейчас я вам скажу, почему. Можно сказать, что это изобретение современности. Раньше, как правило, не было таких выемок. И это не просто так. А все это связано из-за посудомоечных машин. Отверстие предотвращает скопление воды под дном чашки. Следующая информация будет интересна, наверное, ну, большим мужчинам. Но и девушкам, женщинам, наверное, тоже интересно. Когда покупаете новые покрышки, на них есть такие кляксы. То есть такие кляксы. Есть красного и желтого цвета. Водители, кстати, некоторые считают, что это брак. На самом же деле, красная метка означает самое тяжелое место колеса. А желтое самое легкое. И это нужно при установке шины на колесо и его балансировке. И все очень просто. Если взять какой-то пазирек, упаковку, например, зубной пастой, перевернуть, там есть какие-то значки. А что они означают? Для чего они вообще здесь находятся? Тут есть несколько пометок, среди которых нечто похожее на открытую баночку с кремом. И надпись 6, 12, 18, 24, 36, М. Эти цифры обозначают срок годности продукта со дня открытия упаковки. Стоит отметить, что производитель намеренно сокращает срок годности выпускаемых средств. И это связано с тем, что если у кого-то начнется аллергия, то будет больше шансов списать на истекший срок. Так, дальше у нас ватные диски. Вроде обычно, но ватные диски тоже бывают разные. И что для чего, сейчас я вам покажу. Такие ватные диски видел, наверное, каждый. А вы никогда не обращали внимания, что у некоторых фирм ватных дисков одна сторона имеет узор, а другая ровная? Оказывается, это не просто, это не прихоть какая-то. Сторона с узором задумана для того, чтобы наносить макияж, а гладкая для очистки кожи. Так, следующее это ножки для клавиатуры. Для чего они нужны? Ножки у клавиатуры мало, конечно, кто пользуется, я и сама не пользуюсь. А такой трюк был придуман специально, чтобы уменьшить напряжение на кисти рук. Однако изобретение это никто не оценил, никто не использует. И поэтому часто клавиатура уже идет без этих ножек. Если вы откроете паспорт на 18-й странице, обычный российский паспорт, то увидите клейкую ленту. Для чего она нужна? Если раскрыть 18-ю страницу, то можно обнаружить место для хранения страхового полиса или идентификационного кода. Следующая ложка. Есть ложки для спагетти и там находится дырочка. Для чего эта дырочка? Ложка для спагетти, если вы пользуетесь такой, то наверняка замечали в ее центре достаточно большое отверстие. Можно предположить, что оно предназначено для слива воды. Но у этого отверстия есть еще одна функция. С ее помощью можно отмерить среднюю порцию спагетти на одного. Если посмотреть на слив унитаза, то на некоторых моделях бывают две кнопочки. Это не дизайнерский ход, это все продумано. У этой кнопки есть вполне практическая функция. Кнопка такого вида позволяет экономить. Если нажать на маленькую часть, спустится только половина бака, а большая запустит полный слив. Если приглядеться к наушникам, то там есть маленькая-маленькая дырочка. Для чего она нужна? Наушники так хорошо играют именно благодаря маленьким отверстиям в их корпусе. Такое решение позволяет воздуху циркулировать внутри наушников, уменьшая давление и делая басы глубже. Ну а теперь про фигурки лего. Для чего в этих игрушках есть отверстия? Это же не просто так. Игрушки из наборов лего. Не просто так. В каждой фигурке есть отверстия. И они предназначены для того, чтобы если ребенок случайно проглотит эту игрушку, игрушки будут пропускать воздух. Раньше мячики для гольфа были гладкие, а сейчас они не гладкие. А почему так сделали? Были раньше гладкими, но со временем уже гольфисты пришли к выводу, что мячики с обмятинами лучше летают, чем, ну как бы сказать, абсолютно гладкие. И со временем производители прислушались к этому и начали создавать такие рельефные шарики. Следующая туалетная бумага. Если приглядеться к туалетной бумаге, она с узором. Вы думаете, это для красоты? Нет, ничего подобного. А придумано это для лучшего сцепления с кожей. Известно, что бумага с орнаментом намного лучше справляется с загрязнениями. Следующие это пакеты с соком, с молоком, со сливками. И на них есть крылышки верхние и нижние. И это не просто так, потому что немного надавив на пакет, можно легко облиться. И ведь так держать упаковку неправильно. И поэтому вот эти вот боковые части в верхней стороне упаковки и нужны. Их нужно отогнуть и использовать, чтобы безопасно держать сок, молоко или сливки. Ну вот, теперь, посмотрев это видео, вы знаете 13 секретов, для чего используются какие-то непонятные штуки в предметах. Я надеюсь, видео было вам полезным, информативным. Пишите под видео, что вы знали, что не знали. А на этом я хочу с вами попрощаться. До следующих встреч.